rainbow english учебник 5 класс 2 часть ее нет 4 степ 1 и упражнение номер три спросите то же самое про прошлое и про будущее и ответьте на вопросы то есть у нас будут даны все вопросы в настоящем времени в present simple например example does your friend go but in in summer твой друг катается на лодке летом ваша задача будет как и вот в примере поставить этот вопрос в прошедшее время и в будущее что для этого нужно но в принципе с вопросами все очень элементарно и смотрите в настоящем времени мы ставим джаз он у нас есть если у нас будет вопрос про кого-то во множественном числе то будет стоять джу вот как этот в прошедшем времени для того чтобы поменять это предложение на прошедшее мы просто должны does или джу заменить на вид все у нас по simple прошедшее обычное время если нужно спросить про будущее вы просто ставите will это уже будущее future simple будущее обычное время и еще проблема если у нас здесь было in summer летом то в прошедшем видите у нас заменили на last summer это значит прошлым летом а в будущем заменили на next самое следующим летом то есть вот эти хвосты мы еще тоже будем менять ответа сейчас посмотрим что мы будем делать в ответах но сразу скажу писанины куча так что давайте смотреть что же у нас тут предстоит и так то есть вы поняли пример здесь хорошо все показано мы просто будем менять самые начальные вспомогательные глаголы и так разбираем первый вопрос джази и франции баскетбол инсамы твой друг играет в баскетбол летом ваша задача ну наверное же ответить уже сразу на этот вопрос то есть ответ будет таким или да или нет ну допустим играет что для этого ставим я с затем your friend заменяем на местоимение то есть мы не ставим в ответах коротких никаких френдов никаких там мазы фада мы заменяем местоимениями друг это может быть хи но может быть и подруга в английском языке это все слово френд поэтому если вы про мальчика пишите пишите хи если про девочку вы просто поставите ши и затем вот что у вас в начале стоит то вы здесь и ставите и асхидаза это вы получается ответили на вот этот вопрос теперь нам нужно построить в прошедшем времени такой же вопросик и так в начале будет дед дед и your friend это конечно мы все сохраняем как вы видите в примере да у нас все то же самое здесь сохраняется мы ставим did your friend play basketball и вместо in summer летом мы делаем last summer прошлым летом получается твой друг играл в баскетбол прошлым летом ну допустим играл я поставлю яс хи ну здесь видите подсказка с чего начали тем вы заканчивать эти коротенькие ответы и асхидид до играл теперь будущее мил дальше смотрите я тут хитрю вас конечно к сожалению не получится вот это дело я просто копирую и вставляю это то же самое уилл я френд play basketball только пишем уже next summer а следующим летом будет вы друг играть ну давайте там может баскетболист великий yes he will да будет то есть как мы видим опираемся в ответах на начальные вот эти вспомогательные глаголы их же мы и ставим второе does your best friend swim a lot in summer твой лучший друг плавает много летом сначала идет ваш ответ кстати ответ вообще через дефизик и здесь тоже поставлю через тире допустим много то есть я пишу точно так же яс хи даз если эта девочка я пишу яс ши даз затем ставим вопрос для прошедшего времени did то есть мы уже поняли мы просто меняем did did your best friend swim a lot и ставим last summer что означает твой лучший вдруг плавал много прошлым летом ну допустим нет давайте для примера чтобы не везде яс мы ставим на у затем хи или ши для девочки и не просто дит а будет дилент потому что если здесь не у то мы должны и глагол написать в отрицании то есть это дилент теперь спрашиваем про будущее время так начинаю хитрить will поставила вот это дело переписала и поставила next summer что означает твой лучший друг будет плавать много следующим летом здесь давайте напишу снова да яс хи или ши уэл да будет третье джи и франс лай и до сан инсамме твои друзья лежат на солнышке ну в смысле загорают на солнышке летом ответ яс теперь смотрите франс во множественном числе значит это не хи а это дэй они яс дэй с чего начали дю то тему заканчиваем яс дэй дю теперь задаем вопрос в прошедшем так сейчас провернем и получаем дэй 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 самый прошлым летом в ответе ну давайте да и а опять же за это то же самое только в будущем твои друзья будут загорать на солнышке Следующим летом. Ну, надеемся, да, поэтому. Yes, they will. Да, будут. Четвертое. Does your best friend travel in summer? Твой лучший друг путешествует летом? Ну, допустим, путешествует. Yes, he или she, опять же, если это подруга, does. Теперь вопрос в прошедшем. Did your best friend, надеюсь, помните, я просто переписываю то, что у меня там в четвертом написано. Travel, так, last, в прошлом, в прошлом летом. В ответе, ну, смотрите, учитывая ситуацию с этим коронавирусом, давайте скажем нет. No, he или she. И, опять же, если у меня no, то это будет didn't. No, he didn't. Теперь вопрос про следующее лето. Так, вот это, как всегда, копирую. Will your best friend travel next summer? А твой лучший друг будет путешествовать следующим летом? Ну, давайте снова скажу нет, не будет. No, he или she. Теперь смотрите, will нужно поставить в отрицание. Это не будет will not, это будет won't. То есть вот такая особая формула will плюс not сокращенного. No, he won't. Нет, не будет. Пятое. Если что, вы это все учили. Это я просто так на всякий случай уже рассказываю, кто там совсем подзабыл грамматику. Но это все у вас в программе школьной было. Пятое. Do your friends go to the country in summer? Твои друзья едут в деревню, да, куда-то, в какое-то там село летом. Ну, допустим, ездят, значит, yes, they do. Опять же, с do работаем, у нас множественное число. Теперь то же самое в прошедшем времени. Did your friends go to the country last summer? Твои друзья ездили в деревню прошлым летом? Допустим, ездили. Yes, they did. Теперь спрашиваем, а поедут твои друзья в деревню следующим летом? Will your friends go to the country next summer? И опять же скажем да. Yes, ну, хотите, скажите нет. Yes, they will, да, поедут. Шестое. Does your best friend ride his bike in summer? Твой лучший друг катается на своем велосипеде летом? Ну, тут, видите, они, кстати, у нас почему-то подругу вариант убрали, только he заставили, то есть для мальчика вопрос. Про мальчика, поэтому мы тогда he тоже будем говорить. Итак, ну, допустим, катается. Yes, he does. Да, катается. То же самое задаем в прошедшем времени. Did your best friend, твой лучший друг катался, ride his bike, на своем велосипеде, last. Так, секунду. Ай, вот так. Last summer. Допустим, катался. Yes. He did. И про будущее спросим, а будет ли он кататься следующим летом? Ой, минуточку, тут у меня ошибка, байк. Так, то же самое для будущего. Next. Самое. Твой лучший друг будет кататься на своем велосипеде следующим летом? Yes. He will. Да, будет. Ну, это я так, свои варианты, такие более легкие, просто хотите, нет, пишите. Только не забывайте, хвосты должны тоже в отрицании быть. Ура! Наконец-то семерка. Do your friends go roller skating in summer? Твои друзья катаются на роликах летом? Ну, вот здесь давайте я уже наконец-то скажу везде нет. Ну, так, чтобы у нас было разнообразие. Итак, если нет, то no. Про друзей, поэтому множественное число they don't. То есть, видите, я должна не забыть, отрицание еще поставить. А теперь вот задаем в прошедшем времени вопрос. Did your friends go roller skating last somewhere? Твои друзья катались на роликах в прошлом летом? No, they didn't. Нет, не катались. То же самое для будущего. А будут ли твои друзья кататься на роликах следующим летом? То есть, next summer. И в ответе опять же поставлю нет. No, they won't. Не забываем, что will плюс not дает сокращение won't. Так, не знаю, как это все у вас тут влепить. Ну, вот вроде почти вылезло. Сейчас, секунду. Ну, немножко вроде понятно. Так, вот. Нет, не получается полный вариант. Ну, хотя бы вот так, чтобы было видно. Ага, все. То есть, вот он полный вариант ответов. Продолжение следует...